Привет всем фанатам тренировок! С вами Денис Семенихин и мы продолжаем разбирать конкретные группы мышц. И сегодняшняя наша тема это грудные мышцы. Друзья, ну с этой группой мышц все достаточно просто. По крайней мере с точки зрения того, какие упражнения нужно делать для того, чтобы акцентировать внимание на той или иной области. Условно разделим грудь на четыре части. Это верхняя часть груди, нижняя часть груди, внешняя часть груди и внутренняя часть груди. Итак, сразу давайте пройдемся по упражнениям, которые нагружают ту или иную часть грудных мышц. Чем шире хват вы используете в жимах, тем больше нагружается внешняя часть грудных мышц. То есть сразу возьмем классический жим лежа. Чем шире хват, тем больше нагрузка уходит на внешнюю, то есть ближе к подмышке, часть грудных мышц. Чем уже хват вы делаете, тем больше нагрузка перемещается к середине груди или к внутренней ее части, если мы говорим о жиме штанги узким хватом. Точно так же жим штанги узким хватом задействует трицепсы. Дальше берем разведение гантелей лежа. Понятно, что наибольший рычаг в этом упражнении, с точки зрения биомеханики, получается в нижней точке. В нижней точке как раз у нас растянуты грудные мышцы. И это упражнение, как никакое другое, направлено исключительно на внешнюю часть грудных мышц. Оно растягивает. В нем мы можем использовать наибольшую амплитуду. Но в то же время по мере подъема гантелей вверх нагрузка практически пропадает, потому что рычаг уже не действует. Здесь рычаг велик, здесь рычаг, ну понимаете, по геометрии. Практически рычага нет. Поэтому внутренняя часть грудных мышц вообще никак не задействуется. То есть те люди, и вы наверняка таких знаете, которые фокусируют свое внимание и проводят наибольшее количество времени, делая разведение гантелей лежа, и жимы штанги с широким хватом, получают развитие внешней части грудных мышц, но пустоту во внутренней части. Как можно добиться вот той самой проработанной внутренней части грудных мышц, на которой все вот эти прорези, все вот эти вот пробитости, да, которые тогда дорогие и так нужны? Помимо того, что нужен маленький процент подкожного жира, конечно же, нужно сделать, чтобы максимальный рычаг у веса был в точке, когда руки практически сведены. На блоках мы можем добиться того, чтобы когда руки практически сведены, рычаг был максимален. Значит, руки в сведенном состоянии задействуют внутреннюю часть грудной мышцы, когда нагрузка максимальная. В максимально разведенном растянутом состоянии внешняя часть грудных мышц. Теперь поговорим о верхе и о низе. Все зависит от угла, под которым выполняются жимы, разводки или те же самые кроссоверы. То есть, если вы выполняете жимы штанги лежа на горизонтальной скамье, это в первую очередь нижняя часть груди и, возможно, серединная. Потому что вы сами понимаете, что люди всегда слегка изгибают спину, пусть таз не отрывается, но все равно спина изогнута. Поэтому нижняя часть груди задействуется больше. Когда угол скамьи начинает подниматься выше угла, там, 20 градусов, 30 градусов, нагрузка постепенно, я бы так сказал, что на 20, на 30 градусах нагрузка переходит на середину груди. При угле наклона 40-45 градусов, это уже верхняя часть груди, но дельты начинают брать на себя большую часть нагрузки. Те люди, это я говорю вам, упираясь на практику, которые занимались в детстве плаванием, и у которых сильно развиты дельтовидные мышцы, и вообще плечевой сустав несколько вынесет наружу, при жимах штанги на наклонной скамье, переносят всю нагрузку просто инстинктивно, то есть у них нет выбора. Плечи сами берут на себя эту нагрузку. То есть нагрузка переносится на дельты, и верх груди продолжает отставать. Поэтому пловцы, и ко всем, кто занимался плаванием, у вас есть огромные преимущества, то, что вы можете раскачать гигантские дельты, но у вас всегда будет чуть-чуть отставать верх груди. Что можно вам посоветовать? Ну, пожалуй, посоветовать нечего. Гордитесь тем, что у вас широкие плечи, это дано немногим. Но в то же время, если говорить серьезно, что вы можете сделать? Старайтесь не выводить плечи вперед при жимах. Старайтесь максимально оставлять плечевой сустав прижатым и лопатки сведенными вместе. То есть жмите грудью, не жмите плечами. Что могу вам сказать о базовых и изолирующих движениях? Ну, в первую очередь, это жимы штанги лёжа. Конечно, это круто. Для многих людей это основа основ. Я сам в свое время уделял просто огромное внимание результату в жиме лёжа, потому что именно результат в жиме лёжа ассоциируется со степенью развития плечевого пояса и вообще верхней части тела. Но, ребят, даже суперрезультат в жиме лёжа никогда не даст проработанности грудной мышцы. Даст кусок мяса, это факт, но не даст деталировки, не даст очерченности, не даст той эстетики, за которой каждый из нас все равно так или иначе гонится. Поэтому добавляйте изолирующие движения. Для тинейджеров, я сразу скажу, конечно, большинство времени нужно проводить на базе. То есть 70% тренировок должно происходить в базовых движениях. Но 30%, ребята, добивайте изолирующие. Сразу начинайте делать прорисовку. Добавляйте на блоках, варьируйте углы, добавляйте разведение гантелей на наклонной скамье, на горизонтальной. Всё время делайте ещё и изолирующие. Но, друзья, пожалуй, на сегодня всё. Смотрите дальше мои выпуски, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Также хочу вам напомнить, что все вопросы питания мы обсуждаем в блоге «Суперпитание». Так что смотрите и их тоже, потому что без правильного питания тренировки эффективные и невозможные. А вообще, для вашей простоты, мы сделали с Викторией Юшкевич канал «Медиа Дозер», где собраны все проекты, которые делаем мы и также проекты тех авторов, кого мы поддерживаем. Проверяйте, смотрите, я думаю, вам понравится. Удачи! И на разведении гантелей лёжа получат развитие внешней части грудной. Чё-то своровал, что ли, чувак? С гантелей убежал. Тренировки Продолжение следует...